Добрый день. В нашем докладе рассматривается текущее положение свободного ПО в программах обучения по направлению бизнес-информатика в ведущих вузах России. Почему бизнес-информатика? Потому что она привлекает внимание как бизнеса, так и государства и студентов. Прежде всего, это множество национальных проектов, связанных с цифровой трансформацией. Также эксперты отмечают высокую востребованность IT-специальностей в компаниях, многие из которых находятся на стыке информационных технологий и бизнеса. И студентов эта специальность привлекает так, как высокие проходные баллы на это направление. Дальше продолжит моя коллега. Спасибо. Мы решили проанализировать программы обучения бакалавриата бизнес-информатика и взяли рейтинг топ-10 вузов цифровой экономики, который составил АИНО «Цифровая экономика». Дело в том, что в этот рейтинг входят программы бакалавриата и магистратуры, но мы отобрали вузы именно с бакалавриатом бизнес-информатика, и в итоговый список вошли МГТУ имени Баумана, Неувше, ИТМО, МИФИ, СПБГУ, МИРА, СПБПУ Петра Великого, СПБГУ имени профессора Бонч Бруевича и МИИ. Спасибо. Среди студентов этих вузов мы провели опрос, который показал, что культура применения свободного программного обеспечения слабо развита. Студенты часто не осведомлены об альтернативах, которые можно использовать в обучении. Также в некоторых вузах есть конкретные требования к использованию определенного программного обеспечения, но в большинстве вузов это отсутствует. И также половина опрошенных за время учебы сталкивается с такой проблемой, как неудобное и нелогичное программное обеспечение, которое им приходится использовать. И такую проблему можно решить за счет использования свободного программного обеспечения. Мы проанализировали учебные планы и выделили группы предметов, которые схожи для всех направлений обучения в каждом из вузов. Это программирование и разработка, которая нацелена на развитие практических навыков создания программного обеспечения и веб-приложений. Группа экономика и финансы, которая направлена на обучение навыкам, которые связаны с экономическими дисциплинами. Также группа управления и бизнес-анализ, на котором студенты изучают принципы эффективного управления бизнесом и разрабатывают стратегии развития компании. И последняя группа дисциплин — это информационные системы и технологии, где студенты осваивают принципы проектирования и разработки информационных систем, а также управляют сетевыми ресурсами и занимаются разработкой и внедрением новых технологий. Далее на слайде представлено распределение предметов по группам в каждом из вузов. В конце мы сложили количество всех дисциплин в каждом из вузов и поняли, что больше всего учебных предметов находится в группе управления и бизнес-анализ, а меньше всего в группе программирования и разработка. И далее мой коллега расскажет о решениях, которые мы предлагаем в этих группах. Тут не только то, что мы предлагаем, но и то, что используется. Для программирования и разработки используются компиляторы, интерпретаторы языка программирования и среды разработки. К средам разработки особых требований нет, поэтому в плане свободного ПО в этой группе дисциплин нет никаких проблем. Для экономики и финансов используются, упомянутые уже R и Python, с библиотеками Tableau, Power BI, их альтернатива LibreOffice, редко, зачастую Excel, SPSS, реже его свободная альтернатива. Для управления и бизнес-анализа используется меньше всего свободного ПО, в основном это какие-то корпоративные системы, в том числе low-code и zero-code платформы, например, Елмы. Информационные технологии используются обычные базы данных, системы Node, GNS3, например, для моделирования компьютерных сетей, ну и также используется продукция Microsoft. Из всего этого мы можем сделать следующие выводы. Перспективы для развития СПО по направлению бизнес-информатика есть в некоторых группах дисциплин, а в некоторых это не требуется. Например, в программировании и разработке уже достаточно используется СПО. Больший потенциал, который может быть реализован в этой группе управления и бизнес-анализ, ну, например, могут использоваться low-code платформы, ну, не проприетарные, а N8N, ну, N8N такая вот есть. Использование, ну, СПО различается в разных университетах, потому что программа разная, и мы выделили общие тенденции, ну, и для каждого вуза это может быть разным. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Да, коллеги, спасибо большое. У меня комментарий. Познакомьтесь с автором следующего доклада. А насчет глобалистских маркеров вроде цифровая трансформация, надо хотя бы понимать, откуда эти словечки. Права человека, цифровая трансформация, и для чего они на самом деле предназначены, как и вся прочая эта демократия. Можно еще вопросик, пока летает кубик. Коллеги, расскажите о своем опыте пару слов. Вы какими свободными программными продуктами пользуетесь? Вот, например, готовили что-нибудь для нашей презентации, или тот же анализ свой числовой, статистический проводили? Вот про это, пожалуйста. Да, если честно, при подготовке этого выступления использовался мало свободный софт. Ну, наверное, основное это латех. Ну, мы там верстали статью. Ну, а вообще в жизни сталкиваемся, ну, программирование там Python, среда разработки, ну, например, VS Code. Кроме этого, вот интересный очень инструмент, PlantUML. Ну, вот есть парадигма такая, DocSysCode. Это компилирование документации, ну, в частности, UML из кода. То есть это использование не, ну, там, drag-and-drop элементов, а вот кода. Это и редактируется проще, и, ну, более кроссплатформенное, как мне кажется. Это вот такие примеры. Хорошо, но тогда во время своего исследования что-то для себя новое вы открыли, увидели? Ну, наверное, больше убедились в том, что до этого думали. Ну, оказалось, что для части дисциплин программирования и разработка вообще не требуется ничего менять. Ну, там все и так нормально в плане внедрения СПО. Ну, а в остальных есть огромные перспективы. Ну, кажется, вот бизнес-анализ, там непаханное поле. А, ну, я только уточнить. То есть вот это решение вот на этом слайде, это ваш анализ того, какие решения на данный момент есть. Да. А не то, что вы предлагаете. Вы как бы нам предлагаете посмотреть на решения, которые есть, да? Да. Ну, тут и то, что есть, и то, что может развиваться. Ну, то есть, plant you made, о котором я говорил, он есть, его никто не запрещает, но он используется очень мало. Ну, вот в основном дрова его. Информационные технологии, ну, там есть некоторые ограничения, могут быть в зависимости от преподавателя. Ну, там он может сказать только, бывает такое, только в Аксессе делайте, Microsoft Access. Но, в принципе, SQL язык там такой же. Ну, и, в принципе, если получится договориться с преподавателем, можно использовать альтернативы. Тут то, что может использоваться студентами, и некоторые из этого стоит больше развивать. Ну, понятно. То есть вот главное в вашей работе это как раз вот получение и анализ вот этой вот таблицы. Анализ дисциплин, скорее. Ну, то есть мы выделили дисциплины, на которых стоит застрять внимание, ну, и на чем не стоит. Спасибо. У меня вопрос в надежде, что вы как бы изучали эти программы, которые вы предлагаете на слайде, но хотя бы открывали, какой-то анализ проводили сравнительный. И вопрос по, допустим, SPSS. Меня всегда интересовало, насколько PSPP способны заменить эту SPSS полностью, не полностью. В общем, именно с точки зрения тех, кто такими системами пользуется. Артем, времечко. Осталось 20 секунд. А еще вопрос. Ну, насколько я знаю, оно может частично заменить, но полностью не практикуется полная замена. Наверное, так. Ну, если говорить о конкретной этой… Вы изучали PSPP вот эту программу, которая является, в общем-то, аналогом? Да, да, да. И она сюда не вошла, потому что SPSS это делает лучше? Ну, потому что больше используется. А именно качество использования. Меня интересует не больше используется, а именно качество использования. Лучше SASS или это одно и то же, но просто выбрали все из одной. Мы исходим из того, что университеты ориентируются на интересы компаний, и у компаний, возможно, есть запрос больше на SPSS, нежели на его свободную альтернативу. Я не говорю еще про SPSS, я говорю про SASS или PSPP. Получается SASS и SPP это альтернативы SPSS. Используется и то, и то. Ну, как бы в разных университетах. Мы брали много университетов, и в разных используются. Или я не очень вопрос понял. Ладно, понятно. Спасибо. Да, коллеги, есть еще вопросы? Нет. Спасибо. Ну, это же исследование, и… Пусть оно как результаты его, а дальше их уже можно…